всем привет нет всем изи привет сегодня новый влог видео которое вы любите влог будет из зоомагазина потому что у нас уже нужно много всего купить животным это свинкам корм хомячкам корм обязательно купить нужные опилки и мы раз в две недели ездим в зоомагазин но я почему-то забываю вам это снимать а сегодня вы как раз увидите входит ваш любимый влог из зоомагазина ну а пока мы туда не доехали хочу вам сказать вот что для тех кто не знает на нашем канале проходит конкурс и вы сможете выиграть вот такого классного хомячка одеяло о том как поучаствовать в конкурсе условиям вы сможете прочитать в инстаграме алиса изи потому что именно там проходит сам конкурс для того чтобы поучаствовать в конкурсе вы должны быть подписаны на канал алиса изи и будучки где вы смотрите это видео канал алисы блоговый где она рассказывает о себе потому что последнее время очень много вопросов алиса скобки билет там она это все рассказывать еще и Рассказывает о том, как она учится в школе, ходит на танцы, ездит в поездки, ну, короче, про жизнь свою. И нужно быть подписанным на мой блоговый канал, который называется Изи Роза. Там тоже выходят блоги из нашей жизни. Еще один вопрос, который звучал в последних видео, в комментариях по ним. Когда мы показали на канале видео о том, что у Фани появился новый домик, новая мебель, и сказали о том, что эту мебель вы сможете купить в интернет-магазине. Многие не поняли, где купить, поэтому ссылку на магазин, и там вы увидите не только этот домик. Обзоры всех тех домиков, которые там продаются, мы будем постепенно делать на канале. Так вот, ссылку на этот магазин я оставлю внизу этого видео. Еще один вопрос, который задавался, можно ли отправить такую игрушку для хомячка в домик, в другую страну, в Украину? Да, можно. Мы можем отправить в Украину. Единственное, что нужно будет обязательно обсудить условия отправки с нами индивидуально в переписке. И еще один момент, для тех, кто уже хотел заказать домик, но у них не получилось. Для того, чтобы сделать заказ в интернет-магазине, там обязательно нужно зарегистрироваться. Потом мы увидим ваши данные, куда нужно отправлять заказ. Ну вот, на вопросы я ответила, а сейчас я уже подъезжаю к нашему центральному рынку, где находится зоомагазин, в котором мы, собственно, и покупаем все необходимые вещи и еду для наших хомячков. Поэтому, теперь дальше смотрим продолжение в магазине. А для тех, кто не подписался на канал, обязательно подписывайтесь, потому что у нас классно и интересно. Часто проходят разные конкурсы. И все ваши комментарии мы обязательно читаем и отвечаем на них. И еще, что я хотела сказать. Я хотела сказать о том, что в Инстаграме появилась очень классная группа, которая очень нравится Алисе. Это Алиса Изи Панс. Там девчонки, ну, такое творят. Они делают супер красивые фотографии. Они пишут истории. Поэтому я очень хочу сказать большое спасибо девчонкам. И хочу, чтобы вы на эту группу тоже подписались, потому что, я думаю, девчонкам будет приятно. И кто за то, чтобы девчонки стали администраторами в нашей группе ВКонтакте, ставьте лайки и пишите «Мы за». Ну, после того, как посмотрите группу в Инстаграме. Потому что мы задумались над тем, что девочки работают так классно, что надо их брать к себе, чтобы они нам помогали оформлять группу ВКонтакте. Ну, а сейчас мы попытаемся прибарковаться и пойдем в магазин. Покажем, куда мы ходим. Ребята, это не реклама. Мы туда просто ходим часто, в этот магазин. И он у нас, пожалуй, единственный в городе, где есть более-менее хороший ассортимент. Конечно, часто мы покупаем какие-то карма для свинок в Симферополе, куда мы ездим. Вот. Но я магазины из Симферополя показывала, куда мы ездим. А сейчас мы едем на центральный рынок в этот магазин, потому что там приятные цены, недорогие, по сравнению со всеми остальными. А мы как бы берем хорошие карманы, но стараемся их найти, где они стоят больше. Ехали мы, ехали. И что я поняла, что у меня не хватит времени для того, чтобы сходить в магазин. Поэтому мы приехали к дворцу пионеров, где занимается Алиса. И я хочу показать вам видео немножко моря. Где вы еще в такое время увидите море, как не у меня в видео. Смотрите, солнышко светит, трава зеленая, и люди отдыхают. Кто-то делает шашлыки, кто-то пришел просто на пикник. А мы пока ждем Алису. Вот такая у нас красота. Еще, можно сказать, тепло, но вообще на градуснике 11 градусов. Так что ждем Алису и едем в магазин. Зашли мы в зоомагазин. И вот у нас что сейчас есть. Есть для кроликов корм. Для суншу есть. Витокрафт появилась для свинок. 155 рублей. Есть витокрафт для хомячков. Он по 161 рублю. Криспи мюсли. 231. Он для свинок стоит. А это криспи для мышей и хомячков. По 117. Так, что у нас еще есть? Палочки. Парзуски, как всегда. Очень много. Из глидового ванна. У меня есть упаковка. Горошек вот такой что. Что новенького еще? Чика. Зерновые зернышки. Лакомые зернышки от Чика. Интересно, что есть такое? Для кроликов есть. И цена у них всего. 42 рубля. Ух ты! Есть для шиншилок. Травки. Субрами. Вот это вот классная штука. Можно и для свинок такой давать. Очень полезненько. Так. А здесь палочки. Вот кто-то нам писал, сделайте разбор любимчиков. А честно говоря, я его не видела. Зато есть витокрафт для зайчиков. И вот любимчик палочки зерновые. Вот много появилось. У нас тут недалеко есть. Производитель Султан. И много продукции появилось от них. Смотрите, для хомячков палочки. Для мышек. Фруктовые с орешками. Для кроликов. Для шиншилок. Надо будет попробовать взять. Потому что по ценам они вполне приятные. Так получается по 106 рублей. Султан. Сейчас почитаем. Ничего тут вредного нет. Так. Скреплено натуральной основой, которая не содержит крахмал и желатин. И еще и на березовой палочке. Вот многие производители делают на сосновых палочках. А эти на березовой прям вообще прям супер. Главное, что и цена недорогая. Есть 7 зерен. Палочки. Для шиншилок. Ой. Какое-то такое смешное название. Хрустик лакомства. Для грызунов 52 рубля. Две штуки. Ну, судя по картинке, оно с медом. Вот с медом его ну никак нельзя. Есть еще вот для грызунов с яйцом. Ну, с яйцом, вот смотрите, хомячкам недопустимо. Как бы вот остальным животным я не знаю, можно ли. Хотя, смотря какое яйцо. Есть вот еще появились фрукты, овощи. Счастливчик. У нас они стоят 31 рубль. Всего 31 рубль. Сесонные. Вот такие вот вещи. Можно не заморачиваться, самому не сушить. А купить. Здесь в составе. А что у нас здесь в составе? Фрукты и овощи в составе. Ой, сейчас посмотрю остальных. Есть вот еще для мышек фрукты, овощи, счастливчик. Ну, действительно, всего 31 рубль. Очень приятно. Появилось много милых грызун фруктовой ассорти. Она стоит 58 рублей. Овощной ассорти. Это похоже для декоративных крысок и мышек. Ух ты, прикольно. 58 рублей. В общем, такой пакет большой. А, смотрите, это вака. Что-то я по ним слышала много отзывов. Но пока сама не попробую, ничего не могу сказать. Вот еще хэппи джангл. Какие-то. Прям сегодня ассортимент такой большой. Цены 66 рублей 71 рубль. Ну, короче, большие пачки. И по таким хорошим ценам. Вот это вот первый раз вижу. Надо будет разборочку сделать. Посмотреть, что внутри. И, как я говорила, появился султан. Вот, смотрите. Здесь карман для кроликов, для мыши, для хомячков, мюсли. 16 фут вкуса. И по ценам они там 100 рублей, 77 рублей. 79 рублей для кроликов, 78. Ну, короче, так вот, недорого. Ну, мне это кажется. 7 seeds 57 рублей для всех видов. И 7 семян по 45 рублей. Такая большая пачка. Не знаю, не брала, интересно. Так, лолопец. Брали раньше мы эти карманы. Они 127 рублей 500 грамм. Вот такая большая пачка картона. Так, идем дальше. Что у нас еще есть? Есть треоловские карманы. Для мелких грызунов, то есть для мышей. Они у нас по 55 рублей. А здесь овес. Просто овес. Он тоже 42,50 стоит все. Боже мой, смотрите, прям сегодня, прям в ударе магазин. Чика Био есть для джунгариков 900 грамм 156 рублей. Для песчанок есть килограмм, стоит 148 рублей. Для морских свинок корм появился у них тоже. Всего для свинок, свинок. Лакомство с яблоком и травами. Непонятно это что это, где оно. Короче, я думаю, что... А, морские свинки 137 рублей корм стоят. И целая куча литл вана. Вот смотрите, есть для свинок, зайчиков, хомячков. И это 400 грамм стоит 88 рублей любой корм за 400 грамм. А большие пачки, вот такие вот большие, у нас стоят... Так, это 400 грамм, 400 грамм. А где же цена на большую пачку? Нет, большая пачка есть. Стоит непонятно. А, вот, большая пачка для крыс 188. Но она для хомяков будет столько же стоить. Сейчас посмотрим. Есть у нас вот в распособке корма вот в таких, для харькова, для шаншиу. Но мы пришли, нам нужно. Такое колесо не покупайте, нельзя ломать лапы или переплетайте. Ну, вообще, ну, маленькое по диаметру. Вот большое колесо. Вещь. Вот какое классное колесо. Оно уже переплетенное, классики права. Их, мне кажется, наторохтеть не будут. Единственное, сколько колесо такое стоит. 20 сантиметров в диаметре оно стоит 933 рубля. Большое колесо. И вот такое тоже ничего. Колесо. У нас такое колесо стоит 416 рублей. Большие по диаметру. И есть маленькие переносочки. Переносочка 241 рубль. Куча, куча, куча поилок. Смотрите. У нас поилок много. У нас поилки, вот, если 250, это большие, то не по 185 рублей. Ну, короче, поилки больше 100 рублей сейчас. И мы пришли за сеном. Сено у нас от 55 рублей. Это сено Султан. Брали, есть такие хорошие спиреносочки с морковкой. И что у нас есть еще? Есть сено Литл Ван. Оно стоит 233 рубля. Вот это сено в зале. Не хотят его свинки есть, то и в пакет дома нам придется выбрасывать. Треоловская сена. Для кролика 15 литров. Оно стоит 67 рублей. И опилки. Опилки у нас по 74 рубля. Есть вот такие опилки. Они прессованные, но они мне не очень нравятся, потому что они очень сильно пыльные. Ну вот, я сбегала сама в магазин, потому что Алиса очень устала после танца. Она сказала, я посижу в машине и подожду. Привет, Маша. Что мы купили в Итончике? Мы решили купить, попробовать вот этот корм для свинок. Оказалось, что тот корм, который мы берем постоянно, его, к сожалению, в магазине нет. У нас часто такое случается, мы его берем в Симферополе. Вот. Но в последнее время мы давно не были в Симферополе, поэтому нам пришлось купить здесь. Поэтому решили попробовать этот корм. Я вижу, что он тройной с гранулами. И там много в нем травок, кусочков веточек и всего остального. Короче, расскажу потом впечатление. Трава убирают, взяли, как обычно, корм в Итончике. И поскольку у нас свинка одна набирает лишний вес, то решила взять им для шиншиллок корм. Он по составу корма для шиншилл, для морских свинок, очень похожий для кроликов. Они, нельзя сказать, что они вот идеальные. Нет. Но, если случается у вас такая ситуация, что вот, ну нет в городе, вот как у нас, ну нет в городе того корма, который едят постоянно. То можно заменить либо кормом для кроликов, но его там не было. Вот. Либо кормом для шиншилл. Но постоянно заменять корм для какого-то определенного животного, так как мы меняем с шиншилл, корм для свинок, не надо. Еще, конечно, мы купили опилок. Но опилки, я вам показывала, сколько там есть. Я выбираю самые непыльные, те, которые, естественно, не хвойные. И взяли мы попробовать опилки, небольшой пакетик на рынке. Посмотрели, что мы не брали до этого. Да, вот пакетик на рынке мы взяли. Вот, они вроде у них не хвойные. И мы решили попробовать, какие же они будут по пыльности, не пыльности. Может быть, будем брать с самой лесопилки опилки. Ой, как стишок. Опилки с лесопилки. Вот. Вот такой у меня был поход в магазин. Вот вы посмотрели, какие цены у нас. Посмотрите, расскажите, какие цены у вас, почему у вас. Меня удивило, что колесо как бы около тысячи стоит рублей. Я не знаю, дорого это или дешево, потому что мы колеса делаем сами. Вот такой у нас небольшой поход в магазин был. Хотела еще попробовать. Я думала, что те лакомства, которые там сушеная морковка, сушеные овощи другие, что это именно сушеные только овощи за 38 рублей. Почитала внимательно состав на пачке, а оказалось, что нет. Там овес, пшеница, просто, что это корм, но там не написано, что это корм на пачке. Хотела его взять в опроводу, думаю, 31 рубль, интересно, что там внутри. Почитала внимательно состав и не стала брать. Так что поступайте так же. Когда вы ведетесь на дешевую цену или когда вы видите что-то яркое, то, что привлекло ваше внимание, обязательно возьмите пачку, переверните с обратной стороны и почитайте то, что там написано. Потому что иногда оказывается, что это совсем не то, о чем вы думали. На этом влог я свой заканчиваю. Всем визи пока. Не забывайте подписываться на канал, если вам понравилось. Не забывайте о том, что у нас проходят конкурсы. Ну и ждите новые видео от нас. А мы поехали. Кто не знает, о нашем канале проходит конкурс, и вы можете выиграть. Опять у меня сумка упала. Еще раз. Наверное, это в конце можно будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok